Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели! С праздником! Китьонтов, Хаксамех! Этот урок записывается посередине праздника Суккот. Уже прошли первые два праздничных дня. У нас с Божьей помощью, даст Бог, будет Шаббес, последние дни. И этот урок немножко будет, может быть, короче, чем обычный, то есть нету недельной главы. Хотелось бы просто рассказать несколько интересных моментов, связанных с праздниками. Праздник Суккот, как и любой еврейский праздник, имеет в себе особые заповеди. Практически любые праздники у нас ассоциируются с заповедями. Суккот – это не исключение. У нас есть остальные две заповеди – это Сука. Мы живем, если так можно сказать, в этом шалаше. И четыре вот этих растения, которые мы трясем, Даладминим, Трок, Лулав, Ива и Мирта. Но праздник сам называется в Торе. И когда мы молимся, например, когда мы молимся в молитвы, мы говорим, что Суккот – это праздник веселья. Симха. Слово Симха – это очень популярное еврейское слово. Даже люди, которые уже знают 10 еврейских слов, возможно, это одно из них. Есть имя такое, есть мужское имя Симха, женское имя Симха. Симха иногда переводится как радость, иногда как веселье. И Суккот – это праздник веселья, радости, веселья. Интересно, что Рапшим Шампиньхас обратил внимание, что в святом языке есть очень много синонимов слова радости. Когда мы говорим синонимы, само собой разумеется, что синонимы, значит, любые два синонима, обычно есть какой-то нюанс, какой-то момент, чем они отличаются. То есть, это не значит, что два совершенно идентичных слова. Так вот, в святом языке есть очень много синонимов слова Симха. Симха, Хедва, Дица. Есть очень много синонимов. И Рапшим Шампиньхас сказал очень интересную вещь. Он сказал, что, оказывается, у эскимосов есть или 6, или 8, не помню, слов, как можно назвать, снег. Во всех тех языках, о которых мы с вами говорим, снег – это снег. Да? Нету по-другому назвать. Но у эскимосов, оказывается, есть много разных. Есть такой снег, есть, как я понимаю, мелкий снег, крупный снег, белый снег, грязный снег. Почему? Потому что эскимосы, они этим живут. Жизнь эскимоса, она полностью окутана снегом. И в эскимосском языке, поэтому у снега есть много синонимов. Потому что каждый нюанс имеет роль. Такожи Шампиньхас сказал, что в святом языке эскимха – это очень важная вещь. Радость в жизни еврея, в нашей еврейской религии, эскимхой уделяется очень большое место. Есть вопросы, есть отдельная митцва, быть эскимхой. Но эскимхой уделяется очень большое место. И весь праздник суккот – это называется праздник веселья, праздник эскимха. Так интересно, почему же действительно связаны вот эти митцы? Вкратце хотелось бы объяснить, чем же эти митцы связаны с радостью и с весельем? Надо не забывать, что праздник суккот, он сразу идет после Рашишана, после Мкипура, 10 дней раскаяния. То есть мы, по идее, после месяца лун, мы идем по нарастающей. Мы поднимаемся, мы должны расти. И я уверен и надеюсь, что мы с вами действительно выросли. Каждый год мы немножко поднимаемся. И после вот этого взлета идет суккот. То есть это продолжение наше, значит мы продолжаем расти. И мы, учитывая, что мы вышли на более высокий уровень, суккот, этот шалаш, нам показывает, что нам не надо настолько много физических и материальных наслаждений. И нам достаточно жить в шалаше. Очень интересно, что минимальный размер суки это 7 кулаков. То есть тэфах. Это размер в кулак. И минимальный размер суки, есть спор. Но логически мы считаем, что если построили суку, которая 7 на 7 кулаков, то есть очень маленькая сука, это уже кошерная сука. Почему? Потому что это столько, сколько занимает, если человеческая голова и большинство человеческого, вот по грудь человеческое тело, и стол, и маленький стол. То есть маленький стол. То есть человек с своим маленьким столом может там поместиться. Так очень интересно, почему Гемора говорит со столом? То есть надо, чтобы человек со своим столом был в суке. И комментарии, я слышал, говорят очень интересную вещь. Когда мы покидаем наш дом, надо его покинуть. То есть когда мы переехали в суку, надо чувствовать, что я здесь, и мой стол тоже здесь. Потому что очень многие люди, да, конечно, мы духовные люди, мы любим делать митцов, людям ходить в синагогу, но надо все-таки на всякий случай иметь сберегательную книжку, на всякий случай, на всякий пожарный, кто его знает. То есть очень часто люди говорят, вот это большое но. Да, конечно, я верю в Бог, конечно, Бог поможет, но, тем не менее, надо же понимать, вы же сами понимаете. Так вот это но мы оставили. Мы должны переехать в суку и человек, и его стол. То есть тот, его существование, должен понимать, что мы у Всевышнего в руках. После того, как мы прошли Руша Шана, Йом-Кипур, мы раскаялись, приблизились к Всевышнему, тут сука нас учит, что мы полностью Всевышнего в руках, и мы от него зависим. В наше время, хоть у нас, с одной стороны, у нас время технического прогресса, и кажется, ну, мы тут в космос спутники посылаем, с другой стороны, как никогда, по-моему, в наше время человек, если вдумается, надо просто вдуматься, понимает, что мы зависим от Всевышнего, то есть мы, что и в мире, в целом, то, что происходит, у каждого человека, в частности, сколько разных историй рассказывают, с молодыми, со старыми, с пожилыми, неважно, очень часто Всевышний нам посылает напоминание, что в конечном итоге, все-таки мы да, у него в руках, и сука, это прямое напоминание, мы покидаем наш дом, и мы переселяемся, живем в вот этом шалаше. Так при чем тут радость? Так если мы проанализируем, на самом деле, чем у человека больше материального достояния, у него может быть больше какой-то мере будет радости, но настоящая радость противоречит материальному излижеству. Вот очень интересный момент, который на самом деле люди, ну, неприятно даже это слышать, по идее, чем больше денег, тем лучше, да, хоть и говорили, не в деньгах счастья, но в народе говорили, не в деньгах счастья, а в их количестве, правильно? С другой стороны, Мишна в Перкеевод говорит, что чем у человека больше достояния, тем у него больше забот, чем у него больше денег, тем надо его эти деньги охранять, что теперь с ними делать? Рассказывается эта знаменитая притча, когда у царя заболел ребенок, и страшная болезнь, и царь присозвал всех докторов, что же делать? Какой-то врач сказал, что у него депрессия какая-то страшная, и надо найти рубаху самого счастливого человека в царстве, если ребенок на деньгах на святую рубаху, рубаха пропитана радостью, ребенок выздоровеет. Ну, кинули клич по всему царству, самый счастливый человек тоже, где-то наконец-то нашли действительно самый-самый-самый счастливый человек, я не знаю, как это определили, но пришел победитель, и к нему послали гонцов за его рубахой, он сказал, мне нету рубахи, поэтому он и счастливый. У меня ничего такого, мне-то не надо, я и так счастлив. Конечно, мы живем не в это время, конечно, у нас у всех должна быть рубаха, я более скажу, иудаизм совсем не против денег, очень многие митсвы иудаизмы, понимаете, иудаизм это не, не религия, человек, который живет в монастыре. То есть, есть баланс, конечно, есть очень много богатых евреев и состоятельных евреев, эти деньги идут на синагоги, на благие дела, но счастье, человек должен помнить, что счастье наше не там. Счастье, это наше, вот в этом маленьком шалаше, которое может быть величиной всем кулаков, но когда человек с богом, когда человек находится у Всевышнего, есть такое вложение, как у Всевышнего запасуха, так это и есть настоящее счастье, настоящее семья. Интересно, если продолжить, четыре растения, которые мы трясем, мы трясем четыре растения, значит, лулав, это лист пальмового дерева, он очень длинный, этрок, из цитрусового, и мирта, и ива. Так, некоторые объясняют, что это символизирует основные части человеческого тела. Какие? Лулав, он такой длинный, он символизирует наш позвоночник, то есть вот этот длинный-длинный, лулав, это какого-то позвоночника человека, то есть то, на чем человеческое тело держится, этрок, это символизирует сердце, ива и мирта, теперь у мирты, если вы смотрите на листики мирты, они похожи на человеческий глаз, а у ивы листики похожи на человеческие губы. То есть это наше зрение, и губы, это и то, что мы говорим, и то, что мы кушаем. И когда мы это берем сюда, это ахапка, на самом деле, это мини-человек. Теперь, конечно, у человека есть очень важные части тела, которые здесь не упомянуты, конечно, почки, печень, и легкие, это значительно, может, даже важнее, чем это, чем глаза и губы. Но наша жизнь, именно как человек живет, он живет своим сердцем, под которым подразумеваются наши чувства, хребет, это наше человеческое тело, и то, что мы видим, то, что мы говорим. И когда мы берем эту ахапку, и трясем во все стороны, и мы говорим всемышнему, и всемышний, я знаю, что ты всем руководишь, я готов, само пожертвование, я готов и свои глаза, и свои губы, то есть я не буду смотреть, куда попало, я не буду говорить, куда и что попало, и я не буду кушать, что попало. И мое сердце тоже принадлежит тебе. Когда мы берем вот эту ахапку, это тоже символически, и тогда человек действительно радуется. Хинух говорит, это один из комментариев, который был написан 800 лет назад примерно, что природно так человек устроен, что когда мы смотрим на растения, на вот эти растения, человеческое сердце радуется. На самом деле, не только эти растения все знают, что мы покупаем цветы, на 8 марта покупаем цветы, то есть растения, так уж Бог создал мир, что человек устроен, что когда мы видим растения, нам приятно. Вот эти четыре растения, когда мы видим, нам это поднимается настроение. Теперь если проанализировать То, что последние 5 минут я рассказал Получается, чтобы настоящее счастье Настоящее веселье Это когда человек идет себе в шалаш Когда человек трясет эти 4 растения То есть если простому обывателю С улицы, который ничего не знает Про иудаизм, сказал, что такое счастье И сказать, знаете, у нас есть праздник Всевышний Наш любимый отец Который нас любит Который очень за нас заботится Он хочет, чтобы мы были счастливы Нам заповедовал неделю Привезти в шалаше с вот этими растениями И тогда мы будем счастливы Так просто человек даже не понимает Счастье это не то, что я думал Оказывается, если вы вдумаетесь Да, это и есть наше счастье Кстати, насчет этих 4 растений Очень интересная история Рассказывают историю Она косвенно связана с растениями Но мораль будет другая Когда Веленский Гаон Не мог найти себе трог Сейчас, слава богу, мы избалованы Где бы вы, наверное, не жили Даже в странах СНГ Восточной Европе, Западной Европе По-моему, практически во всех странах мира Можно достать Вот этот набор растений Было и времена Особенно в Европе, потому что ничего там не росло Это было Очень много стоило денег И в городе, где находился Веленский Гаон Возможно, это было и в Вильнюсе и было Единственное было два набора Самый богатый человек города Достал два набора Один себе И один он думал продать кому-то И Веленский Гаон пришел И попросил, что он готов заплатить за этот набор Любые деньги За вот этот отрок Веленский Гаон предложил любые деньги На что богач сказал Ну, я тебе дам это бесплатно Я хочу, чтобы Всю награду за эту митцву Чтобы пошла мне То есть ты трясешь Но само собой разумеется За любую митцву За любую заповедь Которую евреи исполняют На небесах У него на небесах получается Если так можно сказать Галочку поставили Значит у него наград И чем человек больше Чем митцва больше Тем, наверное, больше наград Так этот богач сказал Я тебе даю митцву Но награда пусть идет мне И на удивление Веленский Гаон с удовольствием согласился Веленский Гаон с удовольствием согласился И сказал Да, конечно, замечательно Почему? Потому что Наконец-то он может служить Богу Не вызыва на вознаграждение А искренне Хочем Хотим мы этого или не хотим Но когда мы делаем любую митцву Кому-кому-то помогаем Мы одеваем филим Мы молимся В глубине души мы понимаем Что Бог нас отблагодарит за это В этом мире В будущем Всевышнем в долгу не останется И поэтому очень тяжело Чистосердечно Служить Всевышнему И поэтому Веленский Гаон Когда у него пришла вот эта возможность На первый раз Наглость и хамство Как-то вообще можно так Это рок И Нет Веленский Гаон очень обрадовался Он сказал Замечательно Теперь у него есть возможность Служить Всевышнему Не за вознаграждение А бескорыстно И это действительно Самая большая радость И счастье настоящего еврея Не 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 в чем-то физическом Не в чем-то материальном Если у человека Есть возможность Служить Всевышнему Это наша самая большая радость Если Некоторые люди Может быть От этого далеки Они еще не дошли До этого уровня Их можно жалеть Их можно помочь Но Всевышний Саиторий Это то что написал Что Зман Симхасейну Это когда мы Покидаем этот мир И мы входим В этот шалаш Интересно Значит Это был Суккот Потом у нас идет Холомоед Который кстати Тоже Вот эти полупраздничные дни То есть Праздники у нас был Понедельник Вторник был праздник Среда Четверг Пятница И воскресенье Это будут как бы Полупраздничные дни Есть разные Законы Что можно делать Что нельзя И Суббота Суббота Это называется Суббота Холомоеда Нету недельной главы Несмотря на то Что Каждую В субботу Мы вроде бы читаем Недельную главу Но На Песах И на Суккот Суббота Этого праздника Мы не читаем Особо недельную главу В Суккот Мы читаем Отрывок Из Ехескала Это 38 глава Ехескала Который говорит О войне Гог и Магог Это написано Кстати Мы на Суккот На первые дни Суккота Тоже мы читали Первые дни Суккота Мы читали Отрывок Который связан С войной Гог и Магог И на Шавес Мы тоже читаем Почему? Потому что написано Что Тишры Месяц Тишры Который мы сейчас находимся И особенно Праздник Суккот Это время Когда Будут происходить Великие Мировые события Которые связаны С Машехом И поэтому Война Гог и Магог Многие комментарии говорят Что будет Именно вот в эти Дни И поэтому Суккот Евреи Именно читают О Именно событиях Гог и Магог Нам опять-таки Это напоминание Что О чем мы молимся То что мы Всевышнего просим Мы уже просим Всевышнего Это более двух тысяч лет Еще во времена Второго храма Это просили Кстати в этой авторе Будут эти слова Искадалти Искадашти Те слова Которые мы говорим В Кадеши Что да будет Имя Всевышнего Возвеличено И освящено Это подразумевается Эпоха Машеха То есть каждый Кадеш Если не да Кто-то умер Какой-то Искар Йорца Простая молитва В синагоге Мы все время Говорим Вот это Кадеш Кадеш Это самая Такая распространенная Молитва И основная Идея Кадеш Это мы молимся И просим Всевышнего Чтобы он Освятил свое имя В процессе Вот этого Прихода Машеха Так это Наша недельная Автора И это сейчас Дни То есть Суккот Которые Самые такие Хорошие дни Когда-то Все может случиться Поэтому Надо не давать Что же мы хотим Что мы хотим На самом деле Жить В Иерусалиме На самом деле Сейчас восьмой год Мы сейчас закончили Седьмой год Шмиты И восьмой год В Суккот Все евреи Должны были бы Собраться В Иерусалиме В храме Мальчики Девочки Мужчины Женщины Старики Все должны были Собраться И царь должен читать Тору В следующий раз Если сейчас Сейчас Суккот Идет На следующий раз Нам придется ждать Еще семи дней Семи лет То есть Надо не забывать Вот эти Понимаете Мы Настолько иногда Заняты Митсвами Митсвами Это очень хорошо Евреи покупают Эти растения Евреи строят Сукку Евреи потом Ну Само собой разумеется Покушать Поесть Да Перекусить Трапезы То есть Это надо Есть митсва Кушать мясо Каждый день Суккота Есть митсва Выпить стакан Вина Каждый день Суккота То есть Никто Чтобы Меня Не подозревал Что Прям таки Я Вдали От Физических Наслаждений Надо Надо Конечно Но надо Не забывать Когда мы Заняты Этими Митсвами Что Что-то Выше Всего Все наши Надежды И молитвы Это Все-таки Вы Сказали Что Вы Наконец-то Мир Который Создал Всевышний Пришел На Более Высокий Уровень Эпоху Машейха Так Это Значит Будет Суббота Это Суббота Суккота После Субботы В этом году Это Выпадает На Воскресенье То есть Моцей Шаббат Ращана Раба Ращана Раба На самом деле Это Последний День Суккота Сам Праздник Суккот Немножко Немножко Запутанно Сам Праздник Суккот Длится Семь Дней Точно Так же Как Песах Восьмой День Это Уже Не Суккота Это Шминя Церес Это Восьмой День Это Другой На самом Деле Праздник Но Седьмой День Суккота Он Полупраздничный Гайшана Раба Это Заключительный День Суккота В этом Году Это Выпадает На Моцей Шаббат Субботу Вечером Воскресенье Тайшана Раба Многие Говорят Что Это Каба Минь Йом Кипур То есть Есть Очень Интересная Восшифровка Слова Ария Ария Это Лев Пророк Говорит Что Если Лев Речи Кто Его Не Отспугается Так Ария Это Алев Рейш Юд Гэй Алев Это Луль Рейш Это Рейш Шана Юд Это Йома Кипурим И Последний Когда Рычит Лев Это Хайшана Раба Мы Молитва Немножко Длиннее Чем Обычный Холомоед Больше Делают Кругово Круг Бимас С этими Растениями Мы Покупаем Пять Ветв Иви И бьем Это Старый Очень Старый Иврейский Обычный Со времен Пророков Когда Берут Этот Веник Ивы И бьют О пол И в каждой Синагоге Которые говорят Что каждый ребенок Даже должен взять То есть Это Необычный День Шана Раба То есть С одной Стороны Он Очень Завалированный И Поэтому Кстати У многих Людей Есть Обычай Кушать Или Голубцы Или Пельмени На Идыш Называется Голубчис И Креплах Но То Что Говорят Наши Пельмени То Что Я Говорю В Кошерный Конечно Без Без Сметаны Белый Но Кошерные Пельмени Это Красное Которое Завалирует Красное Которое Закрыто Белым Поэтому Символически Голубцы Кстати Фарш Которое Прикрыт Капустой И Приняты Наши Нарабы Это День Который На самом День Если Вы Посмотрите Прямым Текстом В Торе Ничего Не Написано Это Тот День Если Я Знаете Есть Отличники Которые Сразу Уже В Роша Шана Все На Небесах Все Устроили Хороший Глад У них Все Будет Хорошо Дай Бог Чтобы Были Записаны В История Когда Хасам Сой Великих Равин Братислава Хасам Сой Он Сказал Что Именно В Ишана Раба Он Почувствовал Что В этом Году Он Умрет Он Сказал Что Хоть Я Прошел Рыжи Шана И Йом Кипур Но Шана Раба Он Почувствовал Что 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 Не То Это Не Обычный День В Эм Году Еще Раз Попадает На Субботу Вечном Воскресенье Это День Когда Многие Заканчивают Супни Гуты Или Это День Когда Очень Рекомендуется Помолиться И Попросить Всевышнего И Это Последний День Суккот После Вашана Раба Кстати Вашана Раба Это Что Что Интересное Вашана Раба Это Последний День Суккот Суккот В Храме Приносилось 70 Буков Причем Оно 12 12 11 Да На Обывание И Айшана Раба Это Судный День Так Очень Интересно Что В 46 Году Был Нюрнерский Процесс Это Было Сразу После Второй Мировой Войны И В конце Нюрнерского Процесса Приговорили К смерти В конечном В итоге Это Было 10 Фашистов И Их Повесили Именно В Айшана Раба Айшана Раба Почему 10 Да Это Судный День Вот Эти 70 Быков Многие Говорят Что Это Параллель 70 Народов Мир Оказывается В храме В еврейском Храме Который Существовал Который Мы Надеемся Что Будет Отстроен Мы Молились И Проносили Жертвы Не Только За Еврейский Народ Но И За Весь Мир Все Народы Мир Если Посмотрите Молитву Царя Соломона Шло И Мамел Открыл Храм Он Помолился Не Только За Еврея Но Чтобы Любой Человек Который Пришел В храм Всевышний Бух Слышал Его Молитву Вот Эти Сельство Быков Которые Приносили За Сукут Каждый Бык Это Был В честь Какого Народа То Мы В храме Молились За Народы Мира Тоже И Поэтому Многие Говорят Что Не Неспроста Что Именно Хвайшан И Раба Были Повешены Вот Эти Фашистские Злодеи Потому Именно Тот День Когда Евреи В свое Время Это Конец Суккота Это Судный День Не Только Для Евреев Но Для Других Народов Именно Интересно В 1946 Году Именно В этот День Были Повешены Эти Фашистские Преступники Окей Это Был Насчет Суккот Потом Воскресенье Вечером Начинается Шмине Церес Очень интересно С одной стороны Это совсем другой праздник Мы не должны Сидеть в суке В Израиле Сейчас мы будем В диаспоре Просто немножко По другому Но С точки зрения Тора Шмине Церес Не надо Не надо Сидеть в суке За другой праздник Нету Ни одной Митцы Тоже интересно Просто Радоваться Единственное Это Праздник Веселья Если Посмотрите В Сидуре Есть Мы говорим Шмине Церес Ахаг Или Хаг Шмине Церес Азез Ман Сим Хасей Ну Шмине Церес Это Восьмой Праздник Восьмой День И Единственное Праздник Радуйтесь То есть Целый День Посвящен Радости И Веселью Теперь Те Кто Живут За пределами Израиля Все Мы знаем Что Практически Все Евреи Практически Все Еврейские Библейские Праздники Два дня Потому что Когда в Израиле Освящали Новую Луну В Диаспоре Об этом Не знали Поэтому У нас Есть Два дня Песоха Два дня Суккот Два дня И теперь Получается Немножко Дилемма Последний День Суккота У нас В этом Году Воскресенье Понедельник С одной Стороны Это Новый Праздник Это Шмине Церес Но С другой Стороны Может Это Суккот Теперь В наше Время У нас Кончился Но С другой Сороны А вдруг Это Суккот Поэтому Большинство Евреев Диаспоре Кушают Первый День То есть Шмине Церес Они Кушают Сукке Не Трясут Лулав То есть Лулав Мы трясем Только Последний День Лулав Мы трясем Воскресенье Мы Потом Бьем Вот Этот Веник Из Ивы Мы Больше Лулав Не Трясем Но Воскресенье Большинство Евреев Диаспоры Да Кушают Суккей Вечером Днем Хасидские Евреи Которые Больше Придерживаются Хасидских Обычаев Хасиды В основном Не кушают Суккей В этот день Они только Дневную трапезу Немножко Некоторые Проводят Суккей То есть Прощание Суккой То есть Это зависит От Разных Обычаев И это только В Диаспоре То есть В Израиле Все очень просто Все уже Суккот Закончился То есть Шминья Церес Мы полностью Проводим За пределами Суки И так Вот этот праздник Шминья Церес Что же это за праздник Так Мендж говорит Что это Дополнительный праздник Это просто Попрощаться Со Всевышним Это завершительный Праздник После вот этой Длинной Цепочки Это Элул Шашана Ям-Кипур Суккот И теперь Мы возвращаемся Домой Очень интересный момент После всего этого Шминья Церес Еврей Возвращается К себе Домой И тут Он не возвращается Сразу Себя Домой В обычные Себудничные Свои Заботы И хлопоты Еще один праздник Еще один день Всевышний говорит Я хочу еще один день С евреями побыть Особенно В свете того Что я вам сказал Что весь суккот Мы приносили 70 Быков За другие народы Так в этот день Что мне Светлана Принесили только одного Быка Это за евреев То есть Это именно День Который Всевышний Выделил Именно Как будто Всевышний Приводит Целый день Северским народом Поэтому не нужны Никакие митвы Митвы Это когда нам Помочь Напомнить Тут просто Мы находимся Со Всевышним Должно быть Должно быть Должно быть Большое Очень длинное Приготовление Чтобы человек Мог К этому Прийти Но это Основная Часть Шмине Цервиса Поэтому никаких Митв нету Есть Да что есть Это что Читают Искор Те у кого нету Родители Неживы Значит Надо зажечь Свечку Получается Воскресенье До захода солнца Кроме обычных Праздничных Свечей Надо зажечь Свеч О умерших В отличие От других Праздников Которые В диаспоре Искор Зажигает На второй день Здесь Зажигает На первый Потому что Второй день Мы сейчас Увидим Это радость Веселье То есть Искор Читает Первый день Шмине Цервис И То что Интересно Шмине Цервис Начинается Молитва Мы не молимся Мы не просим Дождей Но мы Упоминаем О дожде То есть Второе благословление Шмана Мы говорим Ставку Теперь Если вы Молитесь Нусах Сват Вы говорите Последнее Мецкое место Мари Датал Которая Спускает Расул Если вы Нусах Ашкенас Вы все Ничего Не говорите Начинаешь Мини Цервис Мы будем Упоминать Машив Орыл Оруах Умари Дагеш Который Приводит Ветр И Спускает Дождь Поскольку В Сукот Мы не хотели Дождя В Сукот Мы не Упоминали Это первый день И мы Упоминаем О дожде То есть Надо помнить Если вы В синагоге Вообще замечательно Если вы Даже не можете В синагоге Начиная С Мусофа Мусоф Шминя Цервис Мы переходим Как приходит На зимнее время Так вот Это в Махзоре Когда написано Летом Говорят Это Зимой Говорят Это Так это не значит Зимой Начиная С декабря Вот эта Вставка Второй Брахи Она Меняется Именно Шминя Цервис В этом году Это будет Понедельник В понедельник Во время Мусофа И Более того Если вы Это самое Ее не сказали Там очень сложные Там зависимости Или вы молитесь Если вы молитесь Сфарат Вам не надо Возвращаться Если вы молитесь Сашкина Надо возвращаться Это Тема отдельного Урока Ошибки Но правильно Именно С Мусофа Шминя Цервиса Надо Исправить Поменять Несправить Поменять Вот эту Вставку Шминя И Сам Шминя Цервис Никаких других заповедей Нет Теперь В Израиле Поскольку В Израиле Только Один день Шминя Цервис То Шминя Цервис Симх Так Морал Объясняет Что В мире Простой Объект Имеет Шесть Граней Куб Имеет Шесть Граней То есть Верх Низ Право Лево Перед Назад Мы Когда В поле Седьмой Год Что Более Святое Это Все Еще В этом Мире Все Еще Земное Восемь Это Уже В Атмосферу Если Так Можно Сказать Тоже Мы Выше Вообще Всего Земного Восемь Это На Восьмой День Обрезания То есть Простой Ребенок Должен Не Обрезан Он Так Родился Восемь Мы Обрезаем Мы Поднимаем На Другой Уровень У нас Наконец-то Наша Ракета Вылетела В Открытый В космос То есть После Всех Этих Праздников После Сукота Шмине Восьмой День Мы Теперь Попали В Всевышнему Объятие Симха Стоирой Мы Уже Танцуем Сторой Если Рашашана Мы Молились Симхепур Мы Молились Суку Мы Зашли В дом Всевышнего Если Так Можно Сказать То Шмине Мы Обнимаемся Иврейские Обыча В наше Время Насколько Я знаю В синагогах Симха Стоир Начинается Новый Цикл Недельных Глав Мы Заканчиваем Тору Мы Читаем Недельную Главу Зои Сабрахам И Начинаем Сразу Начинаем Борис Симхостоир Это Праздник Раноси Торы Кстати Здесь Очень Хороший Момент Хотелось Напомнить Что Есть Шулханорах И целая Глава Шулханорах Не просто Напоминают Глава Шулханорах Что У каждого Еврея Есть Обязанность За неделю Прочитать Недельную Главу Шулханорах Написано Что Она Прочитает Два Раза На Иврите Один Раз На Арамейском То Есть Обязанность Некоторые Кто-то Спросил Что Может Я Буду Нет Недельная Глава Это Программа Миним Я Понимаю Что Некоторые С Арамейские Все-таки Это Не Их Родной Язык И Даже Иврит Но Хотя Вы На русском Языке Если Человеку Тяжело На Иврит Действительно Хотя Вы На русском Языке Если Человек Не Дело До До Сих Пор Это Интересно Это Прекрасно Вы Чувствуете Часть Еврейского Народа Весь Еврейский Народ Сейчас В Последней Неделе Будет Начинать Берешит Потом Ноях Особенно Вначале Там Очень Интересные Главы И Даже Когда Они Не Настолько Нам Понятны Но Каждый Еврей Должен И Стараться Особенно В Наше Время Когда Столько Коментально Напечатано Если Даже На русском Если Вы Знаете Другие Языки Еще Лучше На Иврите На Английском Сколько Комментария Хороших Комментарий Тоже Надо Быть Аккуратным К сожалению Напечатаны Разные Комментарии Есть Библейская Критика И Так Далее Надо Выбирать Соответственные Комментарии Но Само Разумеется Просто Прочитать Тору Без Комментария Это Очень Тяжело Я Новый Цикл Постараться Вы Всегда Найдете Что-то Новое Это Начинается Новый Цикл Недельные Главы И Потом После Шминя Цереста Дет Симпустор Мы Танцуем Каждый Ее В Синагогу Раздевают Там Каждый Мужчина После 13 лет Его Вызывают Кторе И Мы Уже На Самый Самый То есть Мы Уже Со Всевышним В Обнятии Если Можно Сказать Потом Уже Начинается Возвращаемся Мы Будничные Да Потом У нас Даст Бог Целый Год Впереди Я Надеюсь У нас Будет Очень Много Встреч Даст Бог Уже Не В Записи А Уже Действительно В Иерусалиме То Что Почти Все Мои Уроки Как-то Где-то Мы Упоминаем О Иерусалиме Почти Все Еврейские Молитвы Почти Все Что У нас Есть Это И Что Мы Хотим Иерусалим Тогда Это Бог Что Действительно Что После Всего Еврейских Много Тысяч Лет Изгнания После Всего Что Сделали Каждый Нас Мы Действительно Уже Мы Надеемся Что Мы Заслужили Что Действительно Бог Действительно То Что Мы Молимся Искады Что Имя Бога Будет Освящено И Будет Возвеличено И Что Действительно Что Мы В В этом Спасибо За Внимание И До Следующих Встреч